Всем привет! Как вы уже, наверное, поняли, сегодня мы поговорим о продукции компании Mixit. Я немножечко так закупилась, на пробу взяла некоторые средства, о которых хочу вам рассказать, потому что я уже довольно много ими попользовалась. Наверное, давайте начнем со средств для лица. Итак, я взяла на пробу себе себорегулирующий серум для жирной комбинированной кожи лица на геле алоэ с маслами лаванды и бергамота. Здесь небольшой объем, всего лишь 30 мл. В составе активными компонентами являются гель алоэ, масло лаванды, бергамота, есть экстракты розмарина, календулы, депантенол. В принципе, состав неплохой. Прежде чем купить этот серум предварительный, я, конечно же, уже ознакомилась с составом на сайте. Я постараюсь подписать все цены на продукцию. И, конечно, в инфобоксе оставлю ссылочки на эти продукты, где вы сможете подробнее с описанием ознакомиться и с составами. Потому что, в общем, я сразу могу сказать, что составы неплохие у всей продукции, которые я вам покажу. Но, если вы будете знакомиться с другими, допустим, кремами для лица, там есть не очень хорошие составы. Этот серум я использую на ночь. Он имеет очень легкую консистенцию. Поэтому это идеально то, что мне нужно. У меня есть расширенные поры. И как раз очень многие средства, которые являются более плотными, они меня частенько забивают. И с утра я уже встаю с какими-то воспалениями. Серум, он гелеобразный. У него такой свежий, приятный аромат. Он быстро очень впитывается. Никаких воспалений у меня с ним, как вы понимаете, нет. Я использую его уже недельки, наверное, две, а может быть, чуть больше. Основные его свойства, как и на сайте заявлено, регулировать выделение кожного себума. И там еще написано, что он вроде бы как является таким, знаете, антистрессовым. Вроде как защищает от всех этих вот негативных факторов окружающей среды. Ну, в общем, описание там большое довольно-таки. Если вам интересно будет, почитайте. Но в том-то и дело, что я никаких изменений на своей коже не увидела. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Здесь объем небольшой. Конечно, я его допользую, потому что он приятный в использовании. Но он ничего не делал. Не уменьшил выделение себума, не сузил как топор. Резутата ноль, поэтому, соответственно, и брать не вижу смысла его. Дальше покажу вам Аквамист. Я взяла его для лица вместо тоника. Здесь у нас 150 миллилитров. Влажняющий лосьон-спрей для лица с гиалуроновой кислотой с витаминным комплексом. Мне понравился состав у этого тоника, да, тире лосьона для меня. Приятная одушка. Я наношу этим распылителем не сразу на лицо, а на ватный диск. Потом протираю лицо, как обычным тоником, я уже сказала. Ну, конечно, его можно использовать по-разному, так как вам этого захочется. Прекрасно увлажняет, освежает лицо. Больше мне, в принципе, от тоника в утренние часы ничего не надо. Да, использую я его с утра после умывания. Вообще, замечательная штука. И стоит недорогой что-то, по-моему, около 250 рублей. В общем, вот этот вот увлажняющий мист, Аквамист там еще есть. Тонизирующий, но мне больше по составу понравился этот. Я могу посоветовать, он классный. Дальше давайте перейдем к телу. Здесь я на пробу взяла себе вот такой вот мини-версии. 100 мл это согревающий гель для душа с ванильным эфиром и экстрактами тропических фруктов. Опять-таки, состав неплохой. Здесь нет каких-то сильно действующих павов. Но, скажем так, это не мой просто аромат, потому что я не особо люблю цитрусы. Но на какой-то такой летний-весенний период, либо после того, как позанимаешься спортом, очень даже хорошо так бодрит, освежает. Написано на сайте, что он питательный, но нет, у него консистенция такая, она гелевая. И ощущается он больше как обычный какой-то гель, который, кстати, не очень хорошо мылится. Но, с одной стороны, это надо сказать спасибо составу, да, который такой щадящий по своим компонентам всем. А с другой стороны, просто у него будет больший расход. Так что, такие все плюсы и минусы я вам сказала. Естественно, я не повторю мне. От Враше больше симпатизируют, допустим, гели. И они более приятные и интересные по одушке, более мягкие по ощущениям. Так, ну, обычный неплохой гель. На пробу взяла вот такой вот дуэт. Здесь у нас также по 100 мл. Шампунь и бальзам для волос. Начнем, скорее всего, с вами с шампуня. Я также уже пользовалась на два раза им. Это мягкий шампунь для всех типов волос с экстрактами крапивы и листьев берез. Здесь нет СЛС. Здесь есть какие-то такие очень мягкие очищающие пафы. И как раз этот шампунь предназначен для ежедневного мытья волос, который никак не повредит ни вашим волосам именно компоненты, которые содержатся в шампуне. Но хорошо их очистят и, соответственно, не вызовет раздражения на коже головы, даже если вы будете использовать этот шампунь каждый день. Он мягкий сам по себе, он плохо мылится. Его нужно очень много для того, чтобы, ну, хорошо промыть волос. Использовала я его только на корни, потому что по длине волос он мне их запутывал. Кроме запутывания, конечно, волос, мне еще не понравилось. Здесь отдушка, она вообще очень неприятная. Вот знаете, по моему ощущению, это какой-то очень-очень бюджетный такой рублей за 50, какой-нибудь шампунь с крапивой, не знаю, там от бабушки Агафи какой-нибудь или что-то вот из этой серии. В общем, не впечатлилась я этим шампунем. А вот бальзам-кондиционер для всех типа волос с экстрактом крапивы и пептидами пшеницы в том же объеме, соответственно, мне понравился. Здесь есть в составе касторовое масло и экстракт масла макадамия. Вот у него уже отдушка очень даже приятная, мне она очень понравилась. И, в принципе, неплохо воздействует на волосы, немножко их разглаживает. Я не могу сказать, что здесь вау-эффект, и этот бальзам всем необходим, и он сделает чудеса с вашими волосами, нет. Но обычный, как такой вот приятный средний бальзам, да, имеет место быть. Если, да, советовать что-то из этой двойки, то, конечно, я посоветую только лишь бальзам взять. Если говорить в целом, то мне понравились стационарные магазины Mixit. Там все чистенько, большой ассортимент, приятные отзывчивые продавцы. У них есть какие-то там скидочные накопительные баллы на карту, которую вы у них оформляете. На данный момент я больше, наверное, в уходовых средствах обращаю внимание на состав. У меня есть в планах еще прикупить себе крем для лица от этой компании. И я бы хотела, чтобы вы посоветовали какой-нибудь хороший, действительно, действенный для жирно-комбинированной кожи. Мне нужен обычный гелевый, который не будет закупорить мне поры в теплое время, которые вода у нас весна-лето сейчас будет. Но в то же время, чтобы он работал, потому что все-таки мне не 18 уже. Буду ждать ваших советов в комментариях, а также посоветуйте какие-нибудь средства взять от этой компании. Спасибо за просмотр и до следующего видео. Пока!